Поскользнулся, потерял сознание, очнулся гипс. Эта фраза из известного кинофильма сегодня наиболее актуальна для воронежцев. В марте свыше 8 тысяч жителей региона получили гололедные травмы. Каждое десятое падение заканчивается госпитализацией. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. Кистью, вот в этом, в этом суставе подвигайте кистью. Нет? Больно так? Поскользнулся, упал гипс. История Галины Князевой похожа на десятки других. С опухшей рукой она обратилась к травматологу. Вышла на остановку и шла по дороге домой. В руке у меня был пакет. Вот я упала, подскользнулась. Лед за все замерзший. Вчера подморозила вечером. Подскользнулась в 9 часов и упала. Упала так, что пакет, в котором была жестяная банка, и банка эта помялась. Александр Ковалев, врач-травматолог травмпункта БСМП номер один, принимает до 60 пациентов в смену. Всего за эту неделю травмировались 965 жителей региона. А есть все-таки перелом. У героини нашего сюжета перелом лучевой кости руки. В Воронежцы нередко ломают руки и ноги. Случаются и сочетанные травмы с сотрясением головы. Главное не затягивать с визитом в травмпункт. Он работает круглосуточно. В случае потери трудоспособности и если решите добиваться возмещения ущерба здоровью в результате плохой работы коммунальщиков, на руках будет справка. Здесь желательно вызвать скорую и записать контакты очевидцев. В прошлом году, по информации Следственного комитета, в Воронеже было возбуждено 11 уголовных дел. Управляющие компании заплатили пострадавшим больше 6 миллионов рублей. В том числе за травмы, полученные при падении наледи и сосулек с крыш. Можно ли после этого назвать Воронеж городом комфортным для проживания?